Сегодня у нас на первом плане главный внештатный пульмонолог Департамента здравоохранения Владимирской области Игорь Петрюков. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые телезрители. Итак, сегодня как никогда актуальна тема вакцинации. Компания началась? Компания началась, идет полным ходом, и у нас большие надежды, потому что задачи поставлены очень амбициозные. Правительству хочется, чтобы было привито 60% населения. В условиях современности это, я считаю, совершенно правильно, и мы должны сделать все, чтобы это выполнить. Мы сейчас говорим о прививке от гриппа. Да, безусловно. Мы все-таки находимся сейчас в пандемии, правильно? Насколько актуально привиться от гриппа? Будет ли это каким-то образом сказываться на возможности распространения инфекции COVID? Ну, находимся мы в пандемии коронавируса, но прививка от гриппа в этом году, на мой взгляд, актуальна как никогда. Потому что мы знаем уже по своему опыту, что такой тяжелый грипп, какой он собирает урожай жертв. И, по сути, эти вирусы, они в какой-то степени конкуренты за легкие человека. И что будет, если они встретятся, и человек не защищен, это можно пока только гадать. Потому что механизмы попадания у них немножко разные, точки приложения и проникновения немножко разные. И очень бы не хотелось, чтобы они накладывались друг на друга. Они могут дать эффект такой вот еще потенцирующий и быть опаснее, чем даже каждый из них по отдельности. Кому необходимо прививаться от гриппа? От гриппа необходимо прививаться всем, у кого нет противопоказаний. Вакцинация разрешена с 6-месячного возраста. Есть специальные, ослабленные, без консервантов вакцины и для беременных, и для детей. Вакцины взрослые, они идут с 18 лет, специальным образом маркируются. Там просто более серьезные консерванты для повышения условий хранения. Поэтому я призываю всех максимально это сделать. Потому что впереди весна, впереди зима, мы только входим в осень. Какой будет грипп? В этом году Всемирная организация здравоохранения, а именно она определяет набор антигенов, которые будут включены в прививку. Включила и эпидемический грипп H1N1, который мы все знаем, и так называемый азиатский грипп H4N2, и штамм вируса B, который всегда включается в прививку. То есть полный комплект, да? Да, и причем это очень интересная интрига. Нужно угадать, какой вирус придет, это отслеживается. Отслеживается, поскольку у нас с вами зима в южном полушарии в одно время, да, в наше лето, а здесь наоборот. Отслеживается для одного полушария по-другому. Целая наука работает, огромный штат ученых, и вот их плод реализуется в этих вакцинах. И кому еще нельзя делать эти прививки, это людям, у которых есть аллергия на куриный белок, потому что на куриных яйцах выращивается, набирается вот эта масса вирусов, которые потом убиваются и помещаются в прививку. То есть вакцины инактивированы, живого вируса в ней нет. Какие вакцины на сегодняшний день доступны у нас во Владимирской области? В этом регионе это две лидирующие позиции, это вакцина Сови Грипп и вакцина Флю М. Штаммы там те же самые, немножко разные производители, разные названия. Вот я лично себе сделал вакцину Сови Грипп. Как долго, можно ли с температурой там, с повышенной, с недомоганиями делать вакцину? Ну, считается, что если это банальное ОРЗ, то как только снижается температура, так можно, но после обострения хронических заболеваний, если, не дай бог, кто-то переносил пневмонию, температурил, то, конечно, оптимально пару недель дать организму на восстановление и потом прививаться. Ну, как я понимаю, вот сейчас самое время, когда необходимо сделать вакцину для того, чтобы быть защищенным. Вакцина есть, она есть во всех лечебно-профилактических учреждениях, она бесплатна, двери открыты. И медики рады наибольшее число людей, потому что когда, ведь нужно еще время наработать иммунитет, если резко будет какой-то скачок заболеваемости, все кинутся ее делать, вот эти вот пробки как на дорогах, так и в кабинетах, они совершенно ни к чему, когда можно подготовиться заранее. И иммунитет будет сохраняться порядка года, то есть до весны уже человек будет гарантированно защищен. То есть, по сути, если сегодня-завтра привиться, через какое время можно говорить о том, что сформировался иммунитет против гриппа? Две недели. Две недели. Две недели. То есть, как раз к тому времени, когда эпид-порог повышается, это октябрь, ноябрь, да, как правило? Ну, ноябрь и дальше понарастающие. В январе зависит от холодов, потому что, как ни странно, сильный холода вирус гриппа не любит. В основном, когда погода более такая теплая. И дальше еще будет пик к весне. Это март, это апрель, тоже будет повышение заболеваемости. Ну, то есть, если привиться сегодня, то вот этот весь порог до весны, вопрос будет закрыт. И еще один вопрос, это касается не гриппа, а касается прививки от пневмонии. Есть ли смысл делать и кому? Есть смысл однозначно. Она уже у нас несколько лет как внесена в национальный календарь. То есть, детям делают бесплатно, поголовно практически на первом году жизни. А вот взрослым ее нужно делать в пожилом возрасте после 60 лет. Рекомендуется всем один раз в жизни. То есть, тоже сделали и забыли. И тоже нужно всегда говорить докторам, что я эту прививку уже сделал, чтобы не повторять, не тратить лишние средства и ресурсы. А также всем больным, которые ослаблены. Это почечная недостаточность, это сердечно-сосудистые заболевания, это, конечно же, бронхолегочные бронхиты, астмы. Это лица, перенесшие трансплантации. То есть, везде, где человек подвержен заболеваниям, эту прививку делать нужно. И понимать еще нужно, что она, особенно актуально для детей, она защищает не только от пневмонии, обострения бронхита, она защищает от менингита. Пневмокок, он дает не только пневмонии. Поэтому делает очень хорошее. Просто среднему здоровому человеку, так скажем, среднего возраста, делать ее не нужно. Это нерациональное расходование просто средств. То есть, дети и старше 60. Дети старше 60 и хронические больные. А здесь, как я понимаю, предлагает врач сделать прививку, или, допустим, маме самой нужно прийти к доктору? Я думаю, это процесс обоюдный, потому что очень как-то у нас стали мы навалованные. Кто-то нам должен прийти, принести нас за ручку, взять. Это совместная работа. Врач помогает, пациент задает вопрос. И я думаю, не будет лишним, если кто-то другое это сделает. Для тех, у кого не делают, допустим, на предприятиях прививку от гриппа, что нужно сделать? На предприятиях? Нет, если не делают на предприятиях. Это просто прийти в поликлинику, взяв с собой полиспаспорт СНИЛС, пройти прием врача, который оценит, что нет противопоказаний, там нет хрипов, нет температуры. И все. И по-хорошему сделать это нужно уже завтра? Я сделал вчера. Ну, для тех, кто не сделал вчера, наверное, имеет смысл сделать это завтра. Если вы себя хорошо чувствуете, то обязательно привейтесь от гриппа. Итак, напоминаю, сегодня у нас в гостях главный внештатный пульмонолог Департамента здравоохранения Владимирской области Игорь Петриков. Игорь Валерьевич, спасибо вам большое. Будьте здоровы.